И снова всем привет! И снова с вами Виола! И это продолжение 31-го шага, которое мы снимаем в салоне Мири Бахана, в городе Баку, столице Азербайджана. И я уже стою перед вами во всеоружии, как вы можете видеть и наблюдать на мне украшения с розовым кварцем. Девочки, этот комплект – точная копия моего, который у меня есть и который вы все видели. И посмотрите, что я к нему вам показываю. Боже мой, ну как вот, как здесь удержаться и не приобрести? Девочки, у меня уже есть, девочки, у меня уже есть ожерелье с розовым кварцем к моему комплекту. Но здесь оно идет еще и с браслетом. И посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Я говорила в первой части для тех, кто, ну, возможно, не смотрел первую или как-то, может быть, отвлекся. Я все-таки повторю, что фурнитура на этих украшениях серебряная. Это не бижутерная фурнитура. Прошу это учитывать. Так же, как и все наши украшения представленные, тоже все серебряные. Девочки, вот такой лавандовый аметист, ой, аметист, господи, розовый кварц. В совершенно такой невероятной огранке. Здесь розовый кварц, вы видите, он тоже идет в огранке. Цвет съедается. Он очень приятного розового, именно такого цвета. И вот такой вот браслет. Вот здесь застежка тоггл, тоже серебряная, тоже самое здесь на ожерелье. И, девочки, вы увидите все это на фотографиях более детально. Это не мой комплект, если что. Мой комплект у меня дома. А туда находятся и такие, которые говорят, что якобы в Виоле больше нечем заняться. Которые, ну, якобы беру украшения с салона и показываю в хвастах, что они якобы мои. Ой, боже мой. Это уже анекдоты, клянусь. Вот, посмотрите, какая прелесть. Это у нас браслет. И сейчас я вам покажу ожерелье. Я вот все по его поводу, он тоже, девочки, думаю. Потому что, ну, все равно хочется вот такую красоту у себя иметь. Напомню, что все это ручная работа. И ручная работа это индийских мастеров. Индийских ремесленников. Девочки, чтобы вы знали. И, конечно же, вы знаете, что хендмейт это во всем мире ценится. Ну, у меня, например, свое отношение к этому. Я оценю это за то, что человек сделает своими руками, а не бездушные машины. Хотя бездушные машины, ну, куда без них, естественно. Но здесь в каждом украшении душа, в каждом украшении мастерство, в каждом украшении чьи-то надежды, чьи-то старания, чьи-то возможности, заработок. Ну, очень много всего в каждом из этих украшений. И я считаю, что это здорово. И когда мы эти украшения приобретаем, изначально их приобретает Мегрибах, оно привозит. И когда мы их приобретаем, это какой-то определенный вклад, я считаю. Я это так воспринимаю. Я не назову это помощью, нет. Потому что человек сделал свою работу, и любая работа должна быть достойна, оплачена. Поэтому мы как бы, ну, просто принимаем участие во всем этом. И мне кажется, это очень здорово. Да, и закончили сегодня показ наших комплектов. Сегодня я показала их с ожерельями вместе, но я так вам еще покажу так ожерелье, помимо фотографий. И вот, что я вам покажу. Брат-близнец моего комплекта. Я когда сегодня увидела, обомлела. В общем, срочно надо, схватила. Девочки, здесь очень красивая огранка. Смотрится очень красиво этот комплект. Она интересная. Такую огранку видела, как цветком вот так расходится. И давайте я вам покажу. Вот, как сидит. Мой комплект здесь, если что. Девочки, это мое. А это, а это может быть стать вашим. Вот, мое-мое. Мне-мне. Так, девочки, дальше. Давайте я вам покажу к нему невероятное тоже ожерелье с ограненным ониксом. Ну, большинство из вас, по крайней мере, те, кто смотрит наши видео, мои видео, в частности, они знают мою такую любовь, слабость к этому камню, к украшениям из этого камня и в огранке, и в кабошонах. И вот, что я могу вам предложить к этому комплекту. Девочки, это украшение вот и в пир, и в мир, и в добрые люди. Помимо того, что оникс – это очень сильный оберег. Я об этом говорю каждый раз. Не с той стороны взяла. Каждый раз вам повторяю об этом, повторяю. И, в принципе, не устану повторять. Помимо всего прочего, я просто очень люблю черный цвет. Я фанат черного цвета, можно, если так сказать. Да, и в одежде, и в украшениях, и в аксессуарах. Все. Новые украшения. Пытаюсь. Вот. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Я даже могу… Нет, у меня палец сломанный. Давайте. Без сломанных пальцев. Девочки, вот. Вот, вот и вот. Идеально, просто идеально этот комплект сюда подходит. В принципе, сюда подойдет любой комплект из Оникса. И даже без комплекта. Вы можете носить это на работу. Ну, конечно, если у вас там не белые воротнички. Ну, вы поняли, да? Но, ой, да, как это красиво. Что скажете? Как вам сегодняшние мои предложения? Я думаю, они вам все-таки понравятся. Мы очень стараемся для вас. Очень, очень, очень. И нам очень приятно, что вы это цените, это знаете. И спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. И за то, что вы мне пишете. Мне очень, очень приятно, девочки. Спасибо вам большое. Так. Оникс не хочет с меня сниматься. Я его прекрасно понимаю. Потому что наша любовь взаимна. Опять-таки, девочки, это украшение, которое я предлагаю вам, это украшение мое. Я еще со шпинели. Ну, в общем, вам это в хвастах покажу. Ну, вот, девочки. Так что, смотрите. Так. Давайте я все-таки покажу вам по одному, по чуть-чуть уже наши с вами ожерелья. И мы пойдем дальше. Это у нас горный хрусталь. Вот такие леденцы, прям ледяные. Почему я говорю леденцы? Потому что я люблю грызть лед. Обожаю. У меня всегда стоит лед в холодильнике. Я его люблю так погрызть. Более того, я делаю себе его разный. С разными вкусами. Да. Все плохо, я знаю. Девочки, это цитрины. Вот такие вот у нас цитрины, которые я пытаюсь держать ровно. Вот. Они украшения лежали. И вот надо, чтобы носились, чтобы они вытянулись. Вот такая вот прелесть, девочки. Посмотрите, какая роскошь. Красота. Дальше. Дальше. Давайте я покажу раух. Раух, раух. Красавчик. Вот такой. Следом я вам покажу розовый кварц. Здесь у нас, напомню, идет ожерелье. И к нему есть браслет. На данный момент пока это единственное украшение, которое идет с браслетом. Кстати, девочки, здесь я вам сразу скажу. Здесь нет вариантов купить отдельно браслет, отдельно ожерелье. Это идет комплектом. Вот, что я забыла вам сказать, мои дорогие девочки. И, конечно же, оникс. Оникс, любовь моя, любовь моя. Вот. Это все должно вытянуться. Украшения абсолютно новые, которые мне в ребрах обнаружила у себя на складах. Так, вроде все. Закончили мы здесь у нас с нашими наборами, с нашими ожерельями. И дальше давайте пройдемся по, наверное, по кольцам пройдемся. Но, прежде чем начать показывать вам кольца, девочки, я хочу предложить вам одну вещь. Давно я не предлагала вам часы. И сегодня я решила это сделать просто так, чисто, спонтанно. Девочки, вот такие часы я могу вам предложить. Вот так они смотрятся. Очень интересная модель. Такая браслетка по типу этого, как называется эта модель, жесткие эти браслеты. Нет, конечно, разве я вспомню? Ни за что на свете. Ну, в общем, классные вот такие часы. Наташа, я не знаю. Привет тебе. Ой, извиняюсь. В твоем ли они вкусе или нет. Ты у нас известная почитательница, любительница часов. Давайте я надену, и я вам покажу. Здесь идет коробчатая застежка. Давайте вот так сначала покажу. Вот так вот это продевается. Вот. Не вижу. Да. Вот так вот продевается и защелкивается. Замочек очень плотный. Просто я покажу часы, как они смотрятся уже на руке. Я ношу часы налево, не налево. Удобнее их показывать, если вы не против. Значит, девочки, вот. Вот такие часы. Они затемненные. Я сознательно не стала их счищать. Их можно очистить. Это не радировка. Вот. Просто серебро окислилось. И вот так вот они выглядят. Их почистить за 2 секунды. И они станут прям светлые и светлые. Я не стала это делать, потому что, ну, мне нравится вот такая патина небольшая. Мне очень нравится. В общем, вот такие часы. Кстати, тоже как рабочий вариант на каждый день здоровско. Дальше давайте теперь уже перейдем к кольцам. И кольца, которые я вам сегодня покажу. Вот эти кольца я уже успела как-то ими так по семафоре чуть-чуть. И что это за кольца? Они идут одним лотом в плане того, что 5 колец обычно я показываю. Сегодня я покажу. В сумме получается 6. Но это идет как одно. Почему? В том плане, что они одинаковые. Просто у них разные камни. Девочки, вы сами видите, что здесь идут неочищенный изумруд и неочищенный рубин. И вот какого плана эти кольца. Очень классные, стильные, я считаю. Вот, посмотрите. В ограмке камни, сами видите. И получается вот такая вот стильная деталь. Ой, а я сережку не сняла. В принципе, могу не снимать. Я же сережки уже не показываю, правильно, девочки? Давайте я надену. Ой, давайте, стойте, я на секунду на паузу. На паузу. На паузу нажму, да, поняли? Сейчас, на паузу нажму, секунду. Так, я надела уже свою красоту. Мне хочется тоже пофорсить, как-никак только купила. Имею право. И как раз вы посмотрите все-таки, как это все выглядит, да? Так, девочки, вот, на этих кольцах я остановилась. Напомню, кольцо вот такое, с неочищенным рубином. Здесь идет вот такое чернение. Ну, классная модель, реально классная. Вот. И такая же модель идет, вот, с неочищенным изумрудом. Оба колечка суперские. Ну, тут уже на любителя, конечно. Вот. Здорово. Кстати, вот это изумрудное-то кольцо, оно может к компании идти к любому комплекту с нефритом. Будет здорово смотреться. Так, дальше, 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 дальше я вам покажу кольцо, как мое. Я все грозилась или не грозилась. Ну, в общем, девочки, у меня есть вот такое кольцо. Мое с цитрином. Кстати, да, с цитрином кольцо к моим цитриновым босом. Можевели. Так, девочки, у меня еще одно цитриновое кольцо, которое вы не видели. Или видели? Нет, по-моему, не видели. Я уже запуталась. Боже мой, что видели, что не видели. По-моему, видели, да. Да, 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 видели. Девочки, вот. Вот такое точно, такая же модель, как мое. У меня с цитрином. Здесь идет раухтапаз. Дымчатый кварц. Он идет в фасетной огранке. Вот. Вот такой шахматный. И вот. Обалденные колечки. На каждый день, кстати, очень удобное. Вот я свое ношу, ну, я не знаю, сколько процентов всего времени. С того момента, как она у меня появилась. Но очень-очень часто. Процентов, наверное, где-то в соотношении 80. У меня оно абсолютно комфортно, не мешает. Я довольна, вот, ну, не знаю. Так, дальше. Следующее кольцо с топазом. Посмотрите, какая прелесть. Такая милота, прям милота. Это голубой топаз. Здесь огранка тоже. Вы сами сейчас увидите. Посмотрите, какое сверкучее у нас кольцо. Вот такая вот у него идет ажурная шиночка. Вся, причем она вот так сверху до низу, по всему своему периметру. Вот такая вот прелесть. Вот, 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 вот. Такое. Девочки, здесь не знаю даже насчет размера, как будем решать. Ну, в любом случае, спрашивайте. Ажур вот этот. Посмотрим. Я думаю, что наш мастер справится. Так, дальше. Дальше два кольца, которые я вам еще хочу показать. Это у нас одно вот такенное кольцо, как мое. И здесь у нас идет что? Правильно, идет у нас оникс. И вот такой перстень. Обожаю эти кольца. Просто обожаю. Я умираю, хочу такое кольцо в огранке. Ну, нет, девочки. Нету. Пока нету. Дай Бог, будет. Вот такой перстень. Всю эту модель вы уже видели. Не раз я ее демонстрировала. Я говорила, что для меня эта модель, ну, на среднем пальце смотрится идеально. Ну, конечно же, выбор за вами. Можете носить на безымянном, на указательном. На каком вашей душе угодно. И вот такая вот красота. Смотрите, как она крупная. Это не мелкая, а это вон какое. И еще что хочу еще раз сказать, что эти модели очень-очень-очень удобные. Несмотря на свой размер. Так, что у нас последнее? А, последнее на сегодня кольцо, девочки, это аметрин. Я говорю, да, природа что творит. Девочки, но это у нас не просто аметрин. Это у нас вот такущий аметрин. Красивенный. И плюс, как будто этого мало, девочки. Здесь вот так вот вставлены такие маленькие, небольшие изумрудики. Мне кажется, это, знаете, такая вот, ну, мастер, видимо, сделал это кольцо. И решил вот так вот как-то, ну, не знаю, от себя какой-то добавить такой... Такую маленькую деталь, ну, очень приятную. Вы подумаете, что, возможно, что они здесь смотрятся лишними. Нет, абсолютно нет. Несмотря на то, что вроде бы куда изумруды, куда аметрин, да? Но нет. Причем они абсолютно не обращают на себя внимания, да? Ты не упрешься вне взглядом. Ты увидишь именно аметрин во всей его красе. И когда ты поигрываешь рукой, двигаешься, какие-то движения, что-то, допустим, да, ты... Ну, я не жестикулирую особо при разговоре. Есть, конечно, какие-то моменты. Я пытаюсь это искоренять, потому что это... Ну, как меня учили, это верхнеприличие. Вот эти все... Ну, меня так учили. Девочки, опять-таки, кто это делает, ради бога. В общем, я говорю о своем воспитании, о своих каких-то нормах. Ну, поведение. Да. И вот когда, допустим, ты просто элементарно взяла там чашечку кофе или что-то, и вот у тебя вдруг... Хоп! А тут изумрудик. Такой, знаете, очень приятный такой... Не хочу говорить, наверное, скажу, нежданчик, что ли. Ну, не очень люблю это слово, но, в общем, вот такой сюрприз. Да, неожиданный и очень приятный. Дальше, дальше у нас остались только браслеты. Девочки, браслеты, браслеты, браслеты. И на этом я буду заканчивать наше видео. Я напомню вам вот об этом браслете с кабошонными, красивущими вот такими, этого амитиста. Вот такой он, класснючий. И в первом видео я уже показывала вам комплект, который можно с этим браслетом прекрасно сочетать. Вот так он смотрится на ручке. Браслет не мелкий, сами можете это видеть. Замечательное украшение. У него застежка идет, карабинчик. Длину, скажу. Такая прелесть. Дальше. Дальше у нас идет тоже суперский браслет. Здесь у нас идут уже кабошоны Раухтапаза. А, кстати, как же я упустила вот этот момент. Я не показала, настолько я отвлеклась на ожерелье, что я даже не показала вам браслет, который просто прекрасно можно носить с этим овальным комплектом с кабошонными дымчатого кварца. Здесь у нас идут овальные кабошоны покрупнее. И между ними вот тоже такие овальные крохотулечки. Ну, не совсем такие уж крохотулечки. Вот как браслетик смотрится. Мне кажется, прекрасно. Давайте я надену кольцо, чтобы было видно форму. Чтобы вы могли оценить, что они по форме, ну, чудесно просто смотрятся вместе. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Кулак такой. Вот, девочки. Я думаю, прекрасно. Ну, опять-таки, мое дело предложить. Так, дальше. Дальше я покажу вам браслет без камней. Нечасто я их показываю. Здесь у нас идет вот такая вот застежка. Крючок. Так, секундочку. Вот. Вот так застегивается. Кстати, я вам скажу, что эти застежки, они очень надежные. Несмотря на свой вот такой вот какой-то примитивный, возможно, вид какой-то такой, да, ну, не совсем вызывающий доверие. Ну, нет, у меня есть просто с такими застежками браслеты. Поэтому я знаю, что я говорю. Так, браслет тоже ручной работы. Ой, извиняюсь. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Все вот эти детали, вот так вот, здесь такая вот идет, как гусеница. Все это собрано вручную, девочки. И посмотрите, как он великолепно смотрится на вашей руке. Видите, как он крупный? Он не мелкий далеко. Вот такой браслет. Как мой уникс. Осталось у нас два браслета. И предпоследний, тоже я уже его имела честь вам так слегка быстренько показать. Девочки, это вот этот браслет с неочищенными рубинами. Вот, посмотрите, какая здесь идет тоже вот эта огранка самая такая, которая сейчас у меня находится на первом месте моего личного хит-парада огранок, скажем так. И вот, мне сообщение приходит, отвлекаюсь. И вот как этот браслет смотрится. Такое яркое такое пятно, очень эффектное. И даже несмотря на то, что рубины неочищенные, да, за счет огранки цвет просто, ну, ну, сами можете видеть, что мне вам тут лишний раз рассказывать. Это красиво. Это действительно красиво. И еще вот между ними крепление, вот такие вот деталечки. Такой лабиринтик. И последний на сегодня браслет. Это у нас кошачий глаз. Это у нас природный кошачий глаз. Это не, как он называется, улексит или что-то. Девочки, если я ошибаюсь, сори. Вот. Это вот такой браслет. Вот. Он зеленоватый. Он плотный очень, сам камень. Но, когда ты смотришь на просвет, видна вот эта вот, даже не зеленоватая, не зелень, а, знаете, такая вот, очень такое темное, темное бутылочное стекло. Вот, помните, вот эти вот такие вот прям, ух, да. И вот такого оттенка он. И, конечно же, там идет вот кошачья такая, гуляет зрачок туда-сюда вот, ходит, смотрит. Ну, такой браслет, девочки. Классный. Очень красивый. Я сегодня без браслета. Я пришла, честно говоря, в другом украшении. Но тоже в своих ониксах, в таких вытянутых в своем комплекте. Но, вот видите, стала внезапно счастливой обладательницей такого украшения. Ну, вот, в принципе, это браслет с кошачьим глазом на сегодня у нас в нашем видео. Последний. Красиво. Да. И я буду заканчивать нашу с вами встречу. Что я хочу сказать? Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нам будет очень приятно. Насчет лайков, дизлайков, это сугубо ваше решение. Как хотите, так и поступайте. Нравится видео, мы рады. Не нравится, это ваше право. Всем, как бы, не угодишь. Ну, мы такую цель и не преследуем. Мы рады, что у нас есть своя аудитория, и наша аудитория растет. Вот, спасибо вам большое. Мы стараемся для вас, будем стараться, стараться и стараться. А я, Виола, желаю вам всем всего только самого-самого доброго. Берегите себя и своих близких. Увидимся еще. Всем пока.